Ну что касается Крыма, то безусловно, я думаю, что уже просто читая новости, я понимаю, что многие наши граждане уже туда поехали, потому что, во-первых, нет проблем никаких с пересечением границы, и второе, что это наши российские рубли, как валюта, там уже, соответственно, в обиходе. Крым, я был там, мне очень понравилось, там отличное море, отличное вино, отличный виноград, мясо, колбаса, сало, все-все-все очень вкусно. Мне там, если честно, очень понравилось отдыхать, тем более, что как бы испокон веков наши туда ездили отдыхать, и даже там правители, цари им всегда имели в Крыму какие-то там угодья, да, там, или место, где они отдыхали. Поэтому, думаю, наши граждане с удовольствием туда будут ездить. Что Россия получила? Ну, получила многого, как и позитивного, так и негативного. Негативное, прежде всего, это, конечно, все проблемы с мировым сообществом, потому что, когда правители мира затевали в Крыму, затевали, точнее, в Украине весь этот государственный переворот, у них цель как раз была к себе все это прибрать, да, поставить там ракеты и так далее, для того, чтобы уже давить больше политически на Россию. Получилось так, что опять Путин сделал ход конем, и не они получили Крым, а мы его получили. И теперь наши войска там еще и больше стоят, и, естественно, никаких там войск, как НАТО, там разговоров уже быть не может. Вот, но если не касаться политики рядовых граждан, то они получили еще одно место, куда можно поехать отдохнуть, и вот если сейчас компании лоукостеры их организуют, более дешевые перевозки, да, самолеты, и то есть билеты будут стоить там 5-7 тысяч рублей, я думаю, что наши граждане будут с удовольствием туда ездить и отдыхать, тем более, что цены, когда я там был в прошлом году, они были ниже, чем у нас.